Вы на канале Супер Ответ. Сегодня я расскажу, как вырастить зелёный лук зимой на подоконнике. Что для этого нужно? Первое это репчатый лук, лоток для рассады и простая земля. Вся покупка обошлась мне менее 200 рублей. Готовим лоток для рассады. Для этого берём лоток и наполняем его землёй полностью по всему периметру. У меня земля универсальная, то есть можно садить и цветы, и овощи. Берём лопатку и хорошо разравниваем землю по всему лотку. Хорошо притрамбовываем, чтобы лук можно было удобно посадить в такую утрамбованную землю. Для рассады нам потребуется репчатый лук средних размеров. Берём луковицу и срезаем верхнюю часть, чтобы зелень могла легко проклюнуться и быстро вырасти. Таким образом срезаем все вершки. Переходим к посадке лука. Берём луковицу и садим в землю. Так хорошо, чтобы корень был внизу и чтобы луковица плотно сидела в земле. Таким образом высаживаем все луковицы. У меня это будет в два ряда. Осталось последнее дело полить лук и подождать 10-14 дней. Важно поливать лук через день небольшим количеством воды, чтобы не залить корни. Прошло 14 дней, наш зелёный лук на подоконнике вырос и теперь мы его кушаем каждый день. На улице сейчас зима, мороз, а у нас дома растёт прекрасный лук. Есть ещё небольшой секрет. Если у вас недостаточно солнца, вы можете включить лампу дневного света или просто энергосберегающую на 2-3 часа. И тогда лук у вас будет более зелёный и более такой вкусный. Если вам понравилось видео, ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Впереди ещё много интересных видео. Спасибо, пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok